Приветствую, друзья! Приведу сегодня вам статью одного из английских СМИ о нашем Ил-96-400. А в конце напишу пару предложений своих умозаключений по теме. Итак, поехали! Нынешняя неопределенность, окружающая коммерческую авиацию из-за пандемии COVID-19, усложняет разработку новых самолетов. В обозримом будущем количество пассажиров вряд ли вернется к предшествующему уровню. Поэтому рентабельность крупных авиалайнеров вызывает опасения, пишет британское издание Simple Flying. Тем не менее, ПАО-авиационный комплекс имени Илюшина движется к важной вехе в создании своего 370-местного широкофюзеляжного авиалайнера, известного как Ил-96-400М. Этот самолет представляет собой четырехмоторный, турбовентиляторный широкофюзеляжный низкоплан с вертикальным однокилевым оперением и размещением двигателей под стреловидным крылом. Эта версия самолета будет предлагать расширенные возможности по сравнению с существующим Ил-96-300 за счет удлинения фюзеляжа и более мощных двигателей ПС-90А1. Судя по всему, новый самолет будет иметь трехместную кабину, как и предыдущий вариант лайнера. По данным Аэротайм, Ил-96-400М, который должен совершить первый испытательный полет в конце 2021 года, лишь один из двух широкофюзеляжных самолетов, разрабатываемых россиянами. Второй – это совместный российско-китайский CR-929, первый опытный экземпляр которого обещают начать собирать в текущем году. Потенциально тревожной проблемой, которую придется преодолеть россиянам, чтобы ввести в эксплуатацию Ил-96-400М, является нынешнее отсутствие клиентов. Это несмотря на то, что в 2016 году правительство России вложило 2,4 миллиарда рублей в разработку Ил-96-400М. Но у этого самолета все еще нет заказов. Это связано с тем, что конкуренты Ил-96-400М, такие как Airbus A350-1000 и Boeing 777-9, имеют всего по два двигателя, что делает их более экономичными. Кроме того, Ил-96-400М обладает меньшей грузоподъемностью и дальностью полета. С четырьмя двигателями ему будет трудно соперничать. Тем не менее, россияне полны решимости реализовать проект с весьма неопределенным будущим. Так вот, друзья мои, от себя добавлю, что английское издание пишет о зарубежных заказах на этот самолет. Вернее, об их отсутствии. Рискну заверить, уважаемая СМИ, что пока мы обойдемся внутрироссийскими заказами. Этого будет вполне достаточно. Но уж когда успешно завершится разработка, сертификация и все требуемые процедуры с мощным российским авиадвигателем ПД-35, что позволит доработать Ил-96-400 и укомплектовывать его парой этих двигателей вместо четырех нынешних, вот тогда и видно будет. Думаю, что после успешного завершения всех этих работ, в чем я ни капельки не сомневаюсь, Ил-96-400 создать серьезную конкуренцию зарубежным аналогам. Так вижу, друзья.